Привет, ребятушки, сегодня я в позе индуса. Хочу вам доложить о том, как понять, почему у вас наебнулась искра, куда она пропала и какой гном ее спиздил. В общем, у нас тут немного, в принципе, проводки на японских мопедах. На таких, как Honda Dio, Honda Tact, Yamaha эти ваши всратые. В общем, пропала искра, не знаешь, что делать. Начинаешь все перековыривать, заново новое покупать, а в итоге ты наебан, ты лох, потому что не понял, как это все найти. В общем, вместо того, чтобы закупать сразу весь комплект проводки новой, да, с коммутатором, катушкой, генератором, свечой, идешь на Озон, покупаешь вот такую вот штучку, называется мультиметр. 300 рублей стоит, вот этот, самый дешевый из работоспособных. У него есть куча всяких режимов, да, в которых я не разбираюсь, но я точно разбираюсь вот в этом режиме, с пищалкой. В чем его суть? При замыкании он дает звуковой сигнал. Это мне сейчас надо заебаться, чтобы одной рукой это все сделать. Ух ты, господи. Во! Я замкнул, он пищит. И при нормальном замыкании у нас должно быть приближено к нулю, вот это показание. И, собственно, как же проверить саму проводку. А все очень просто. У нас есть вот такая фишка, она идет на коммутатор. А на Хондах, по-моему, на всех она пятиконтактная. Да. В общем, на такте она находится вот здесь вот. То есть сиденье вот тут вот. Здесь отсек под аккумулятор, сейчас я его снял для удобства. У Дио он вот здесь, только с другой стороны. Там все фишки подключаются. Вот эта коса, которая идет с генератора. И что нам тут нужно? Мы видим вот такую косу проводов. Каждый провод отвечает за свои функции. Конкретные, которые нам нужно проверять, а точнее все. Это масса, датчик хола, потом катушка, это черно-желтый. Черно-красный, это генератор. Ну и зеленый масса. И вот этот вот, это замок, который черно-белый. Он обычно, ну, должен звониться при... Да, при выключенном зажигании. У меня сейчас нет вот этого ключа. Так как у меня зажигание наебнутое и работает неправильно. То есть вот это оно выключено, это включено. Сейчас он по факту должен звонить. То есть замыкать систему. Ну, или же наоборот. Сейчас не помню. Прозвоню и скажу. Да, все, я прозвонил замок. Он при включенном зажигании замкнут и, соответственно, работает. Как это все у нас должно получаться? Мы берем. И на конкретную фишку, которую хотим проверить, да, вот допустим, замок у нас посередине, снизу. Вот так вот вставляем в замок. Как-нибудь, блин, зафиксировать бы? Понятно все. Сейчас все покажем. Все. У нас зафиксирован минус на массу, точнее на мотор. И проверяем замок. То есть вставляем вот в эту центральную. Пищит? Пищит. Значит, работает. Дальше. Можем посмотреть массу. Что у нас с массой? Масса есть. Датчик холла, это у нас, не помню, как он точно называется, но дает сигнал он только в момент, когда на него происходит какое-то физическое воздействие, то бишь проматывание магнита, а точнее его вот этой вот части, которая отвечает за зажигание. То есть, чтобы проверить датчик холла, нам нужно также подсоединить к этой фишке, потом на массу и дать кика. Он у меня рабочий, и я это уже проверил. Дальше. Катушка эта черно-желтый. Ну, она у меня, по-моему, даже, да, она у меня не подключена, поэтому не звонится. То есть, если у вас не прозванивается вот так вот катушка, значит, она не рабочая. А теперь, собственно, то, что меня очень сильно расстроило, это вот это. Это черно-красный провод, который у меня не прозванивается, а, соответственно, у меня мертвый генератор. Также он не прозванивается на Dio 27, но тут по понятным причинам в виде вот такого вот заломчика. То есть, малейшее повреждение вот этой вот обмотки приводит к тому, что она просто перестает работать. И все. И никак вы это не пофиксите, если вы не дед радиотехник. То есть, вот так вот просто за 300 рублей решаются все проблемы и хватает его надолго, да и крону с магаза вытащить не так-то и сложно. Вот такой вот маленький информативный видосик у нас получился. Всем удачи! Метель кудасай!